улучшить качество текущего дня вот высшее искусство здравствуйте с вами программа формула качества и я ее ведущая Ольга Афанасьева мы прилагаем все усилия чтобы сделать нашу свою жизнь качественнее а значит проще и лучше я уверена вы сами согласитесь очень важно когда в жизни у тебя правильные ориентиры чтобы тебя окружали люди самого высокого качества и прямо сейчас у нас будет прекрасная возможность убедиться что не перевелись еще богатыри на земле русской причем убедиться в этом летом будет весьма актуальным ведь летом не мешало бы нам всем с вами привести себя в порядок пусть конечно и не в такую форму но и здесь было чем восхищаться завораживаться и чему удивляться причем этому есть официальное название первые открытые соревнования по функциональным играм и сразу в нескольких дисциплинах к нам в город герой приехали сильные нет скорее очень сильные люди из разных городов россии осудили выступления мастера спорта по тяжелой атлетике и признанные специалисты по кроссфиту это называется смотрите завидуйте но не пытайтесь повторить в домашних условиях здесь нужна специальная подготовка кстати не только богатыри не перевелись на земле русской но и те кто по некрасову коня на скаку остановит варящую избу войдет эти и войдут и остановят можно не сомневаться давай еще пять раз 15 15 12 13 14 последний 15 Согласитесь, глядя на все происходящее, начинаешь ферить в безграничные человеческие возможности. Точнее, безграничные возможности человеческого организма. И никто не поспорит с тем, что день физкультурника мы отметили круто. Круто, наверное, слабо сказано. Мы его многофункционально, ярко, динамично, эффективно. И надеяться, конечно же, что мы смогли убедить, показать и заинтересовать других людей заниматься активно спортом, фитнесом и своими дорогами, самое главное. И этого самого главного организаторам удалось добиться. Ведь, судя по лицам зрителей, равнодушных ко всему происходящему на форумной площади просто не было. Вот так, ни много ни мало. Отжимания на время, толкания гирь и покрышек. На такое даже смотреть страшно. Не то, что самим заниматься. Но ведь могут же люди, а мы чем хуже. Свои дополнения к уже выведенной формуле здоровья, как обычно, делает наш эксперт. Человек, знающий правильную расшифровку аббревиатуры ЗОЖ. Ренейщинг. Я Ирина Ищенко. Здравствуйте. В течение всех школьных летних каникул в лечебных учреждениях Новороссийска работала краевая ведомственная программа, направленная на создание условий для летнего оздоровления детей. Но этим могут заниматься и родители. И в оставшиеся две недели летних каникул необходимо позаботиться о том, чтобы создать условия для профилактики у себя на дому. Общепринятое мнение, что маленькие дети часто болеют острыми респираторными заболеваниями, и это нормально. Но родители это очень огорчает. И если в раннем детстве не удается найти способы побороть склонность к частым простудам, то болезни растут вместе с детьми, переходя в хроническую форму. Этого допускать крайне нежелательно. Самое главное – здоровье. Это профилактика заболеваний. Поэтому одним из способов профилактики – это здоровый образ жизни. Это свежий воздух, это прогулки, это закаливание, это в домашних условиях организовать маме температурный режим, влажность воздуха. Все это будет приводить к профилактике наших острых заболеваний. Простудные заболевания опасны своими рецидивами и осложнениями. Чтобы избежать их, лечиться только медикаментами недостаточно. Без соблюдения правил здорового образа жизни никак не обойтись. К сожалению, далеко не всегда родителям удается привить их детям. Да и сами взрослые чаще всего их не соблюдают. А без создания условий для здоровья и своевременной профилактики шансы вырастить здорового ребенка минимальны. Собвестно с медикаментозными препаратами мы назначаем физиолечение. Если расшифровать, что такое физиолечение, это лечение природными явлениями, которые мы создаем искусственно. Вот один из способов физиолечения в настоящее время – это магнитотерапия, которая позволяет быстрее снять воспалительный процесс, улучшить кровоснабжение в нужном месте, в нужном органе. Магнитотерапия может стать тем самым универсальным способом лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний у детей и подростков. Физиотерапевтические аппараты компании «Еломет» удобно применять на дому. Для того, чтобы ускорить процесс выздоровления или заняться эффективной профилактикой, стоит прибегнуть к помощи «Алмага-01». Он способствует снятию воспаления, отделению и выведению патологической мокроты из бронхов и легких, повышает сопротивляемость организма, успокаивает нервную систему ребенка. Приобрести аппараты компании «Еломет» можно в Новороссийске, в аптеках «Фитофарм», в магазине «Доброта.ру» на Хворостянского 1-13 и в магазинах «Медтехника». Воспользуйтесь летними скидками, и тогда испытания осенними простудами вам будут нипочем. Говоря о создании условий для здорового образа жизни наших детей, мы должны признать тот факт, что мы не можем оградить их от телевизоров, компьютеров. Это влияние времени, и оно неизменно. Мы не можем также ограничить сидячую нагрузку для наших детей, потому что у них очень много школьных занятий. Однако мы можем помочь им преодолевать все жизненные задачи, сохраняя при этом здоровье. Формирование правильной осанки, чтобы девочки знали, начинается уже с годов, когда ребенок начинает стоять, ходить. А в воспитании правильной осанки родители должны понимать, что воспитание правильной осанки, они должны начинать у детей дома, с 5-6-летнего возраста, в детских садах, чтобы дети уже грамотно и правильно были подготовлены к школе, к первому классу. Правильная осанка – это не только красота, но это здоровье, здоровье внутренних органов, здоровье всего организма, потому что считается, что позвоночник действительно поистине ключ к здоровью. Потому что сейчас очень многие дети, многие дети имеют отклонение в состоянии опорно-двигательного аппарата, отклонение в состоянии здоровья именно костной и мышечной системы. Для начала мы всегда должны запомнить, как правильно это делать. Стали к стеночке, прижали пятки, ягодицы, лопатки и затылок. Правильная осанка – это правильное положение туловища и распределение правильной нагрузки на мышцы. Почувствовали, что вы правильно стоите, что стопы стоят параллельно друг к другу, на ширине ступни, молодцы, колени разогнуты, ручки свободно свисают, плечи опущены и слегка отведены к заду, при свободно опущенных руках. Живот и ягодичные мышцы подтянуты, а подбородок параллельно от пола. Вот это и есть правильное положение туловища. Постоянно сжимаем кулачки и напрягаем все группы мышц. И работаем на четыре счета. Давайте. Раз. А я считаю. И последовательно расслабили мышцы, отпустив кулачки. Ровно на шаг. Отошли от стены настолько, насколько вы стояли. Раз. Снова сжимаем кулачки и напрягаем все группы мышц. Раз. На четыре счета. И постепенно расслабили. Два. Увидите, что вы правильно лежите. Поднимаем голову, носочки на себя и проверяем. Раз. И счет идет один к четырем. Раз. Два. Три. Четыре. И медленно опускаем голову. Руками в упор. Еще раз. Раз. Ладушками. Держимся. И возвращаемся в исходное положение. И еще раз. Раз. И смотрим на свои носочки. Носок правой стопы на себя. И стопы отдыхаем. Два. Еще раз. Раз. Правильное положение стопы с одинаковой нагрузкой на мышцы. Если мы работаем с гимнастикой для стоп, мы говорим, что мы укрепляем мышцы и связки коленостопного сустава. Теперь стопы отдыхают и работают ручки. Сжимаем кулачки. Раз. И отпускаем. Два. А теперь мы с вами соединяем. Сжимаем кулачки и носочки на себя. Работаем. Лиза. И отдыхаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Сжимаем кулачки с гимнастикой на себя. Раз. Пальчики поджали на ножках. Два. Три. И расслабились. Четыре. Сжимаем кулачки и с напряжением локти от пола не отрывая руку кулачки к плечам. Раз. И вернулись в исходное положение. Два. А лобок подбородок на. Снова раз. И ручки должны быть в напряжении. И два. Правую руку вверх. Но при этом живот прижимает поясницу к опоре, к полу. Да? Стопы стоят четко, ровно. Колени стоят устойчиво. Ручки, пальчики вместе. И смена положения рук. Дыхание свободное. Через нос не задерживая. Поплыли. Раз. Два. Три. Четыре. Дох. И удлиненный выдох. И снова левая ручка вверх. И поплыли с левой руки. Раз. Два. Три. Четыре. Поработаем на стопы. Поработаем на калерные и тазобедренные суставы. Переведем ноги под голову. Лобки лежат ровно. Ноги опустили. Правая нога под прямым углом. Раз. Выпрямили ножку. Два. Задержали. И опустили. Еще раз. Раз. Два. Поработаем стопой. Носок на себя. Носок от себя. И опустили. Согнули ноги в колено. Покажем упражнение имитацию езды на велосипеде один раз. И покажем упражнение для работы мышц с мячом. Слегка приподнимаем ножки. И поедем до десяти. И работаем. Раз. До конца выправляем колени. Два. Три. Не торопитесь. Темп у нас медленный. Четыре. Сгибание и разгибание ног в коленных суставах. Раз. Два. Три. Четыре. Поднимаем голову, плечи и руки. Локти пошли по направлению к талии. Углы лопаток сближаются. Голова выравнивается. Мы не допускаем с вами запрокидывание головы назад. Раз. И работаем один к четырем. Ножки лежат в правой, на пяточке вместе. Мы с вами поплавляем сегодня браспи для укрепления мышц спины. Поднимаем голову, плечи и руки. Раз. И наши щиты попыли. Раз. Два. Три. Четыре. Встаем на четвереньки. С четвереньки встаем на колени. С коленей поднимаемся. Выкрулились сначала. Выровнялись спину, плечи. Поднимаемся колено-кистевое. Раз. И сразу выравниваемся на осанку. Упражнение из исходного положения дожа на полу. На работу мышц живота и для укрепления мышц спины. Мы сегодня закончили. С вами была Ирина Ищенко. Давайте воспользуемся последними неделями уходящего лета для оздоровления и профилактики своего организма. На этом у нас все. И не забывайте формулу качества, которую вывел сам Генри Форд. Качество – это когда ты все делаешь правильно, даже если на тебя никто не смотрит. Но на телевидении же лежит особая ответственность. Ведь телевидение смотрят все. Субтитры создавал DimaTorzok